Австралийцы рассказали кировчанам о жизни за рубежом. Делегация с другого континента приехала в поселок Даровской. В ее составе 9 пенсионеров. Все участники Международной неправительственной организации «Сила в дружбе». Ее представительство открыто сегодня в 60 странах мира, 10 из них в России. 11-й теперь появилась в Даровском. В Кировскую область миссионеров пригласила бизнесвумен из этого поселка. Для гостей организовали экскурсию по Кирову и встречу с жителями Даровского, которые не ленились задавать вопросы, как там в Австралии. О том, что еще происходит в городе и области, смотрите в нашем видеообзоре. 46,5 тысяч рублей собрали жители Белой Холуницы на установку памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах. Почти половина этих денег, 35 тысяч рублей, была собрана на благотворительном концерте. Во время мероприятия были выступления певцов, танцоров, а также цирковых артистов. Атмосферу разбавили конкурсы с призами от боевого братства. По данным представителей Белыхолуницкого отделения организации, если сбор денег продолжится такими же темпами, установку памятника можно будет завершить в следующем году. Художники из-за рубежа приедут на Васнецовский пленэр. Участниками ежегодного мероприятия в этом году станут живописцы из Великобритании, Украины, Белоруссии и России. Всего соберется 30 человек. Пятеро из них представят Киров. В этом году, как и в прошлом, жить они будут в Уржуме, а не в Зуевском селе Рябово, на родине всемирно известных братьев Васнецовых. Как объяснили в областном департаменте культуры, причина переезда в том, что помещения, в которых художники живут во время пленэра, находятся на реконструкции. Госавтоинспекция сегодня отмечает 77-летие. Как и в 36-м году прошлого века, когда она была создана, служба занимается безопасностью дорожного движения. Но инспекторы, стоящие на перекрестках и трассах, это не вся работа. В современном ГИБДД трудятся тысячи работников других подразделений. Например, инспекторы по розыску, пропаганде, аналитике. Кроме того, сотрудники ГИБДД занимаются регистрацией транспортных средств, приемом экзаменов и выдачей водительских удостоверений. В этом году одним из подарков сотрудникам стали результаты их же работы. Число так называемых пьяных аварий заметно снизилось.